Ну, мои хорошие, пришла я домой с рынка. Сегодня я вам снимала, как мы ездили с Викой за покупками. Были на рынке цветы, себе покупали. Я взяла, не знаю что, это что-то такое похоже. Вот эти вот росточки, как на гвоздики, но они и другие. Что-то такое необычное, прикольное. Не пахнет, но я думаю, что будет долго стоять. Вот вблизи сам цветок. А это то, что я купила. Так, вот нектарин. Целая вот корзинка стоит 1 евро. Есть цены дорогие, есть доступные. Евро, вот такие вот перчики, очень сладкие и вкусные. Мне очень сильно нравится, что все они дают в бумажных вот этих пакетах. Черешня, 1 килограмм, 2,50. Очень сладкая и вкусная. Потом 3 евро, вот такие вот колбаски. Очень-очень вкусные. Они разные. Еще вот такая длинненькая, я вот эту длинненькую люблю. 3 евро малина. Можно, если честно, я ленилась искать там глубину, очень много людей было. 3 евро, 3 вот таких пакетиков, то есть по евро. Можно купить за 3 евро и 5 вот таких пакетов, найти. Это в Альберт Хейн купила апельсиновый сок, натуральный, свежевыжатый, стоит 3 евро целый литр. Ой, 2 литра, боже, простите, 2 литра, смотрите. Потом очень вкусный, вот это вот фаб фирма или что, мягкий коровий сыр. Это а-ля брынза, но он не соленый. Очень-очень вкусный. Я его даже просто так ем, ни с чем. А вот вам покажу самый вкусный, мягкий козий сыр для меня. Вот этот. Мне Наташа купила, как-то подарила, и после этого я просто пропала. Я даже не знаю, сколько он стоит, просто увидела, схватила и побежала. Кстати, хотела купить несколько, был последний. Он мягкий-мягкий, вот смотрите какой. Безумно вкусный, такой сладковатый. Вот мои покупки на рынке. И еще ко мне пришла посылка. Я заказала, я не пользуюсь тональным кремом, использую вот такой сиси-крем. У меня уже он заканчивается, мне хватает один на год. От Эрбориан, это корректор, если у вас есть покраснение на лице. Здесь еще есть туба 45 мл, где-то, думаю, миллилитров 8 будет. Еще есть, но я уже как заканчивала, заказала еще. Мне к фирмам магазин, называется Parfume NL. Положили вот Angel Munkler пробник от этого парфюма. Не знаю, этот аромат. Потом я взяла наугад какое-то масло для губ. Вот такое перламутрое. Ультраглосс, увеличивающее масло. Переливается, ну такое само по себе полупрозрачное. 5 евро всего. Это у меня скидка на очки. Интересно, наверное, какие там. И сам, сам корректор, ой, ну да, CC Red Corrector от Эрбориан. Обожаю, просто обожаю. Всем советую попробовать. Это очень хорошо смотрится на лице, живо. Не забивает поры, ну лично мне. Не сушит, не жирнит. Я обожаю. Вот все, что я купила. А вот и сам моя, ребят. Смотрю в окошко свое. Это мне красиво. У нас сегодня очень хорошая погода. Не жарко на улице. Где-то 20-22 градуса. Есть чем дышать и хорошо погулять. Конечно, после тяжелой рабочей недели мы с Викой устали. Но тоже было приятно погулять. Я, знаете что, заставила ее купить себе хорошую обувь. Села в кресло свое, так думаю, будет удобнее. Заставила ее купить хорошую обувь. Мне нравится, может быть, даже не так, как внешне, а как по удобству модели от Sketchers. Я уже давно ношу. Вся моя семья, отец, мама, брат. Знаете, там есть серия Air Comfort и Memory Foam. Это запоминающаяся стелька. Во-первых, она и дышит, и очень удобно далеко на далекие дистанции ходить. Вот Вика переобулась и говорит, боже, это такой кайф. Где ты была раньше? И мы взяли даже две модели. Я снимала, как она радуется. Ну, в общем, поделюсь с вами. Еще какие-то, может быть, кусочки в течение недели. Там урывки с работы, как на работу ехала. Все вперемешку. Называю такие видео солянка-сбор. Также сегодня у меня какой день? Выходной суббота. Также, наверное, в воскресенье проведем вечером или утром эфир. Пополтаем. Кто, может быть, некоторые люди любят смотреть видео, некоторые любят смотреть эфиры. Так скажу, моя коллега, кто смотрел эфир, я работаю сейчас в Гринхаус, это Теплица. Теплица с цветами. Моя коллега очень противная и злая девочка. Как бы я не пытала растопить ее сердце, все равно она, ну, в общем, такая злючка. Временами добреет. И вот один день я спрашиваю, слушай, Авгушка, Авгушка ее зовут, я могу купить в нашей Теплице цветы? Есть там такой цветок, называется Агонизантус. И он очень нравится, растет и дома, и на улице. И я решила его приобрести. Она говорит, да, можно, но нужно спросить шефа, там как-то для нас скидка будет. Но, типа, она говорит, зачем ты спрашиваешь? Он маленький, возьми, положи себе в рюкзак и ходи домой. Я думаю, что о человеке уже больше ничего нельзя сказать. Она опасная девочка. Вообще, ладно, ребят, у меня сколько работы еще дома. Надо все постирать, поубирать, погладить, приготовить еду. В общем, будем с вами на связи. Ваша Катя, обнимай. Пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. Да. От дождя. У меня рюкзак на голове. Ты для компроматов занимаешься? Я. Ты щ... Мама ржала вчера? Да. Такие кары я гружу тоже. Вот тут выбираю цветы, и сюда, и потом вот так вперёд. Жарко. Вот выглядит пасмурно, но парить вообще. Спасибо. Спасибо. Смотри, камера хорошо передаю, да, Наташа? В камере хорошо видно. Деток. Красота. А он, наверное, и папа, нет? Нет, он прилетел, плюкнулся, и вообще как-то странно будет. А он чёрненький, он обычно пара такая, тёмненький. Ну, то есть по цветам совпадают. Почему маленький такой? А это же и уточки маленькие, дверь. Она ряботенька, рябонька, а то... Ну, давай, бач, да? А, нет, это не папа. Видишь, она догнала. Ну, по сути... Хорошенький. Все время переживаю, чтоб не ткусила им руку. С пальцем есть. Мандаринки нет, но... Доброе утро. На работу. Друзья, ждём Вику. Она должна за мной переехать. А, хотела солнце снять, ну, ладно. И немного опаздывает. В общем, проспала она сегодня. Я говорю, сбрасываю номер телефона. Ну, она знает, конечно же, начальница наша. Я говорю, напиши пять минут или десять, так вот случилось. Она говорит, может, мы успеем. Ну, как вы считаете, это нормально или нет? Я думаю, что нужно предупреждать, что ты опаздываешь. Она говорит, может, успеем. А я как не успеем? Почему не предупредили? Получается, я просыпаюсь вовремя, а она просто не хочет об этом повещать. Эти дети. Ну, Вика, конечно, двадцать восьмой год уже, но всё же. Сама недавно повзрослела. Ещё не совсем. Вот для меня стройка. Ну, а, ребята, добавлю какой-то кусочек видео. Сейчас меня поставили вот эту работу делать такая вот занудная, но относительно лёгкая. Единственная проблема, что прям 35 градусов минимум, жара. Я беру цветы, видите, вот это вот делаю из них вот такое. Вам видно или нет? То есть обрезаю и сюда оставляю хорошие, сюда плохие. А так я вообще работаю, оказывается, с турками. И с Болгарией, и с Турцией. Стоя какая-то в тебе подходит. В час. В час. А, я в час. А! А, я в час. за 200 метров выезжайте на дорогу не такая уже не червона я думаю что здесь так мутно снимает телефон я в очках выезжайте на дорогу то мовчить то вообще нас разбили я реально думаю вражение что она на карту сварится я чувствую уже все уходить но кэш рынок теперь ребята у меня такой рынок пахнет сыром и рыбой вкусной ковбасочки ты смочни ты ела? и я так это нужно нужно понять что это это